Диагноз земляники Они желтеют, сворачиваются, курчаются, засыхают, краснеют по краям или становятся ломкими. Это признаки либо минерального голодания, либо бактериальных, вирусных или грибковых инфекций. Прочитать об этом можно в журнале «Настоящий хозяин». По мнению главы холдинга «Русский огород» Владислава Корочкина, самый надежный способ борьбы с инфекциями – это селекционная работа ученых и специалистов. Кстати, есть еще один действенный способ борьбы с земляничными инфекциями – не химический, а экологический. Основные разносчики заразы – микроскопические круглые черви, нематоды, живущие в почве. Если их уничтожить, болезнетворные агенты не попадут на растения, а помогут судоводам в этом всем известные цветы по имени бархатцы, которые этих червей убивают на повал. Земляника – ягода не только вкусная, но и лекарственная. Писатель Владимир Салаухин, большой знаток русской природы, считал землянику настоящей панацеей. Он всю жизнь пил вместо чая напиток, приготовленные из томленных в русской печи, листьев земляники. Вот это по-нашему! Ягодки съел, а листья впрок засушил. Только так поступает настоящий хозяин. Чтобы ваша земляничка была на высоте, ей требуется поддержка. Препарат «Искра-двойной эффект» уже на протяжении многих лет применяется для защиты от всяких разных вредителей. Именно сейчас, в июне, самое время начать обработку грядок. Препарат «Искра-двойной эффект» уже на протяжении пяти лет успешно применяется и садоводами, и огородниками для защиты своих посадок от различных насекомых-вредителей. Препарат замечательен следующими своими качествами. Во-первых, он содержит два действующих вещества. То есть он более активно воздействует на насекомых, не позволяет им приспосабливаться к препарату. Во-вторых, препарат «Искра-двойной эффект», поэтому и называется он «двойной эффект», содержит подкормку. Калийное удобрение, которое входит в состав этого препарата, не является балластом, оно дает внекорневую подкормку. Итак, одна таблетка растворяется на 10 литров воды. Образуется особая клейкая суспензия. Она в буквальном смысле слова прилипает к листьям и защищает их от вредителей. Через несколько часов назойливые насекомые будут вынуждены мигрировать к не столь продвинутым по части агрохимии соседям. Подробности читайте в майском номере журнала «Настоящий хозяин». Всё понял. Самый лучший вариант – опрыскивать растения всеми этими удобрениями удобнее всего в теплицах. Вы построили теплицу, парник или оранжерею. Главное в этом замкнутом объёме – микроклимат. Для нагревания применяются термогенераторы и проложенные под грунтом трубы отопительной сети. С помощью вентиляции поддерживается необходимая влажность, а недостаток освещенности компенсирует лампы дневного света. Да, сегодня я хорошо поработал, как настоящий хозяин. Будь настоящим хозяином, как я.